МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Компенсация за снесенное жилье, на которую ничего не купишь. Фактически меня оставляют просто без жилья. Какую позицию отстаивает исполком Казани и почему с ней не согласен хозяин комнаты? На заседание сюда побывала Юлия Гоголева. Все лучшее людям. Надеюсь, что наша плазма им как-то поможет. В республике национальный день донора от тех, кто не жалеет ради помощи другим, даже своей крови. Рамиль Шайтулин. С любовью к татарскому языку. С победителями международной олимпиады по татарскому языку познакомилась Вероника Гайнадинова. С 1 мая может измениться стоимость проезда в общественном транспорте в некоторых городах республики. Заявки на изменение тарифов в Госкомитет подали исполкомы Казани, Альметьевска, Нижнекамска и Мензелинска. Так, в Казани при оплате наличными билет обойдется в 36 рублей. Банковской или транспортной картой – 31 рубль. Если есть проездной на 100 или более поездок, то цена поездки составит 23 рубля вместо 20. Местные власти это объясняют подорожанием топлива, энергоносителей, шины и запасных частей, а также необходимостью обновления автопарка. В Нижнекамском и Альметьевском районах проезд будет стоить 28 рублей, в Мензелинском – 20. Сейчас документ о новых тарифах находится в Минюсте. Как сегодня сообщили в Казанском Кремле, если проезд в общественном транспорте подорожает, то профильное ведомство, а именно представители комитета по тарифам, должны объяснить населению, почему принято то или иное решение. Мы ориентируемся исключительно на ту аналитику, которую они предоставляют, потому что это их профиль, они специалисты в этой области. Мы не можем на основании собственных каких-то ощущений делать выводы, поднимать тариф, не поднимать. Это делают люди, которые ответственны за это. Они должны предоставить всю аналитику, в том числе и правительству, доложить относительно того, какое решение предстоит принять. А с точки зрения того, какое оно должно приниматься, они должны публично сами об этом в СМИ обязательно сообщить, потому что это вопрос, который напрямую касается интересов жителей республики. Предстоящая неделя в Татарстане будет по-весеннему теплой. В мэрии Казани сегодня разъяснили, при каких условиях завершится отопительный сезон. Так, для того, чтобы отключить батареи, среднесуточная температура на улице должна быть выше плюс 8 в течение пяти суток. Однако жителям многоквартирных домов могут самостоятельно выступить с инициативой о досрочном прекращении отопительного периода или регулировке теплоснабжения. Для этого нужно обратиться в свою управляющую компанию. В Татарстане продолжается весенний паводок. На реках, предкаме местами уровень воды поднялся выше, чем на 60 сантиметров. Ситуация на контроле МЧС. Подтопленными остаются 24 приусадебных участка. В водном плену оказались жители поселка Камыш Пестричинского района. Там затопило дороги, ведущие на главную трассу. Причина инфраструктуры комплекса оказалась не готова к сезону. Из-за талых вод к своим домам жители могут пройти разве что в резиновых сапогах. Масштабы оценил Рамиль Галюлин. Каждый год такая картина. В этом году особенно. Это место, которое больше напоминает озеро. На самом деле дорога одной из улиц деревни Камыш. Там, где еще две недели назад ходили люди, сегодня не рискует проехать даже на машине. Въезд к домам затоплен талыми водами. Куда она уже бежит, прорываем канавки, делаем. Конечно, это самое, готовимся. А как же? Радуемся, когда снегу много зимой, но весна маленькая радость заканчивается. Окруженными водой остались около 40 домов. Чтобы добраться до своих участков, люди вынуждены оставлять машины на обочине и идти дальше пешком, утопая в воде. От крыльца вот такие доски, настилы делаю. Выходите на улицу. Весной ее дом своего рода полуостров, говорит Танзеля Мергалимова. За несколько дней двор превращается в болото. Проникает вода и в подвал. Каждая весна заполняется. И, к сожалению, до середины лета она не высыхает. Во всеоружии весну встречают и соседи. На территорию мы завезли где-то 6 машин. Земли, потом фундаментом все обложили, чтобы вода не попала в соседей. Устранять потоп, считают жители, должны местные власти. Мы понимаем, что период такой, весна, осень. Но администрация должна какое-то водоотведение, ливневки сделать в нашей деревне. Потому что, ну, то есть, 21 век уже. Дети страдают в школу, да, автобусы не могут дойти. Либо с мокрыми ногами целый день болеют. По словам главы сельского поселения, проблемы в рельефе поселка. Село в Низине. Талые воды стекают со всей округи. Снега было достаточно очень много. Очень много. Вот это неравномерное таяние привело к таким потоплениям. Так как земля действительно в собственности, значит, собственников, поэтому они должны были в свое время, скажем, заблаговременно, уже знать, что такая ситуация должна была рано или поздно произойти. Предостережение мы уже заранее им говорили, что, возможно, значит, такие будут мероприятия. Как отметили в исполкоме района, дома находятся на частных землях, а потому спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Решением проблем готовы заняться в администрации, но опять же ждут обращения от собственников. Для отвода талых вод с данной территории необходимо провести работу с помощью техники через земельные участки, которые принадлежат собственникам. Будем искать и разговаривать с данными собственниками. Как вариант, используем насосы и помпы для откачки воды. Все имеющиеся ресурсы на сегодняшний день задействованы на стабилизацию ситуации в Куюках. Как пообещали в исполкоме, техника приедет в Камыш в течение двух дней. Сейчас жители ждут, когда их жизнь вернется в привычное русло. Рамиль Галиулина, Адель Миндубаев, ТНВ, Пестричинский район. Дом уже разбирают, а владельцы одну из комнат все еще пытаются выселить. Речь о жителе Зеленодольска Александра Филиппова. Его дело рассмотрели в советском суде Казани. С иском обратился столичный исполком. Взамен комнаты в ветхом доме мужчине предлагают компенсацию 259 тысяч рублей. Почему не жилье и почему размер компенсации такой небольшой? Иначе у сторону встали служители Фемиды, выяснила Юлия Гоголева. Проживаете где? По моменту проживаю в городе. Александр Филиппов – собственник одной из комнат в ветхом доме на Новоазинской. Дарственную на жилье отписала в 2020-м его мама. Но ни она, ни ее сын тогда не знали, что по закону, если дом уже признан аварийным, получить взамен аналогичную жилую площадь от государства не получится. Полагается лишь денежная компенсация. Мне предложили смешную сумму для выкупа. Фактически меня оставляют просто без жилья. Я не могу на эту сумму ничего подвести. Поэтому я не согласился. Стоимость 17 квадратных метров в советском районе Казани частный эксперт, нанятый исполкомом Казани, оценил в 259 тысяч рублей. Но на эти деньги действительно сегодня невозможно ничего купить, даже на рынке вторичного жилья. Отчет сделан, я так извините, скажу, криво. В нем очень много неточностей, неясностей. В нем есть противоречия. Одна сумма не бьется с другой. Арифметические подсчеты, которые пытаюсь я произвести, как не специалист в области оценки, не дают тех сумм, которые указаны в этом отчете. Мне просто непонятно, откуда взялась эта сумма. В итоге за свой счет Александр Филиппов сделал другую экспертизу стоимости комнаты. На этот раз ее оценили в 2 миллиона рублей. Есть отчет из полакома, есть отчет, который сделал Александр. Разница в 2 миллиона рублей. Не может быть на рынке недвижимости такой огромной разницы за один и тот же объект недвижимости. И эта оценка выполнена по сути одинаковыми обществами с ограниченной ответственностью, которые занимаются оценкой. Сейчас Александр вынужденно проживает с мамой в Зеленодольске. Тем временем жилье, из-за которого началась судебная тяжба, скоро вот-вот исчезнет в прямом смысле слова. Этот 19-й дом на улице Новоазинской был построен в 50-е годы прошлого века. Сейчас сюда уже не зайти. Как видим, нет здесь уже ни окон, ни дверей. Последних жильцов отсюда выселили в декабре прошлого года. Исполком город уже начал процедуру сноса у этого дома. Там уже вносят окна, там двери и так далее. Не имея решения суда никакого. На заседании суда Александр Филиппов попросил назначить повторную независимую экспертизу своего жилья, которую проведет Республиканское бюро технической инвентаризации. Просим назначить как бы в другую организацию, которую суд посчитает нужной. Но против той организации, которую заявляет представитель ответчика, мы возражаем. Почему? Посмотрите, пожалуйста. Ну, чтобы... Только потому, что ее ответчик заявил. Уважаемый суд, да. В итоге суд поддержал ходатайство адвоката Александра Филиппова и назначил экспертизу БТИ. Оплатит ее владелец комнаты. Следующее заседание по этому делу пройдет в начале июня. Юлия Гоголева, Игорь Романов, ТНВ, Казань. В Татарстане перед судом предстанет пилот, управлявший вертолетом, в результате падения которого погиб человек. Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте завершило расследование уголовного дела в отношении 66-летнего пилота. По версии следователя, он допустил крушение винтокрылой машины. Сейчас дело направлено в Лаишевский районный суд. Напомним, авиакатастрофа произошла 7 февраля 2020 года. Следствие установило, пилот вертолета Белл-407 нарушил правила безопасности и эксплуатации транспорта во время опасных погодных условий, что привело к трагедии. Тогда от полученных травм пассажир вертолета скончался на месте. Это был депутат Госдумы Айрат Харулин. Следователями Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по данному уголовному делу проведен большой объем следственной работы, получены заключения ряда экспертиз, также получены признательные показания обвиняемого, после чего уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Сегодня в нашей стране национальный день донора крови. Дата была учреждена 15 лет назад. Она объединила всех, кто делится жизненно важным компонентом во имя спасения других. По статистике 60% россиян хотя бы раз становились донорами. Большинство из них делает это регулярно. В центрах крови и плазмы Казани сегодня как никогда многолюдно. В этом убедился Рамиль Шайдулин. Здравствуйте. Здравствуйте. В этот центр Сирень Гайсина приходит уже в 85-й раз. Она почетный донор России. Больше 40 раз безвозмездно сдавала кровь. Поэтому перед процедурой забора страха давно нет. Для нее важнее результат. Помочь людям, потому что на переработку лекарств идет плазма больным. Искандер Хадиев, студент, в последний раз сдавал плазму 3 месяца назад. Пришел еще и потому, что знает. Это и для здоровья полезно. Это не больно. Наоборот, после этого в теле какая-то легкость чувствуется. В Казанском плазмоцентре знают настоящую цену плазмы. Именно из нее делают иммуноглобулин для укрепления иммунитета и альбумин, нужный для хирургии при шоках и ожогах. Что особенно нужно сейчас, во время спецоперации, считает офицер запаса Станислав Бабаев. Я вообще очень рад, что имею честь помогать и что-то дать людям, которые сейчас находятся в таком положении, проводят военные действия. И надеюсь, что наша плазма им как-то поможет. В некоторых регионах страны сегодня кровь сдает в поддержку раненых жителей Донбасса. Так, в Курской области значительная часть запасов крови отправится в больницы, где лечатся жители ЛНР и ДНР, пострадавшие от обстрелов. Чтобы из крови получилась плазма, она должна пройти через вот такую сложную систему сепарирования. В основном вот в этом барабане кровь разделяется на кровяные клетки и, собственно, саму чистую, почти прозрачную плазму. В среднем каждый человек может дать до 750 миллилитров. Затем ее подвергают шоковые заморозки и отправляют в холодильные камеры. После везут на завод по производству тех самых альбумина и иммуноглобулина. Еще недавно большую часть закупали в Америке, но нужные объемы можно производить и в России. Благодаря вашему достойному вкладу, тысячи жизненных взрослых и маленьких пациентов будут спасены. Для того, чтобы стать донором, нужно записаться к нам. Это делать для того, чтобы донор пришел в свое время, когда ему удобно. Записаться на сдачу плазмы можно по номеру, указанному на экране при себе. Иметь паспорт и отсутствие некоторых хронических заболеваний. Рамиль Шайдунишин, Мухаметов, ТНВ, Казань. Заболеваемость с коронавирусом в Татарстане держится на прежнем уровне. 245 человек за сутки. Из них 16 дети. От ковид скончались еще 4 человека, сообщает республиканский оперштаб. В России за прошедшие сутки заболели чуть более 9 тысяч человек. Министр здравоохранения страны Михаил Мурашко рекомендовал жителям использовать майские праздники для левакцинации от коронавируса. Ранее он предупреждал, рост заболеваемости ковидом в стране возможен в конце мая-начале июня. В ДРКБ прооперировали подростка из Мариуполя, попавшего под взрыв снарядов. Он получил осколочные ранения в живот. Историю спасения читайте в интернет-газете «Реальное время». Сегодня второй день Татарстанского международного форума по энергетике. Столица принимает тысячи гостей. На Казаниэкспо крупнейшая энерговыставка. Свои стенды представляют больше 60 отечественных компаний из 30 регионов. Среди них и ТАИФНК. В этом году компания представила новые энергосберегающие разработки. В части энергоэффективности энергосбережения на ТАИФНК разрабатываются, реализовываются программы на постоянной основе. Это позволяет не только экономить ресурсы, но и минимизировать выбросы. Рустаму Мениханову рассказывают об одних из самых действенных примеров так называемой циркулярной экономики на ТАИФНК. Если переводить уже объем предотвращенных выбросов СО2 за 7 лет, то это 376 тысяч тонн. Использованные ресурсы здесь снова идут в дело. Так, благодаря гидротрекингу Гудрона, выделяемое тепло на ТАИФНК превращается в пар высокого давления, который уже несколько лет используют для обогрева. Разрабатываются ежегодно программы, но они не просто разрабатываются на полушку, они реализовываются и есть реальные цифры, показатели успешные. Более 450 миллионов рублей на природный газ и больше 20 миллионов на электричество. Столько предприятий удается сэкономить за год благодаря специальной мембранной установке, которая превращает выхлопы в водород и топливный газ. По сути, много мероприятий, о них можно говорить бесконечно, главное, чтобы был результат. И он есть. Награждается акционированное общество ТАИФНК. За достижение лучших показателей энергосбережения и повышение энергоэффективности в республике ТАИФНК удостоен награды в номинации «Топливная отрасль». По итогам прошлого года эффект от экономии энергии здесь достиг 208 миллионов рублей. Прокуратура набережных Челнов начала проверку информации о ненадлежащем содержании животных в зооуголке конно-спортивной школы Тулпар. Напомним, накануне в соцсети выложили ролик, который вызвал недовольство пользователей. На видео осел, жующий картон и хромающий верблюд. В прокуратуре сообщили, проверят, соблюдается ли законодательство по содержанию животных и устранили ли здесь нарушения, выявленные во время предыдущих визитов. История с содержанием животных в этой школе уже не раз приковывала внимание зоозащитников и прокуратуры. Осел безмятежно жует картон, а верблюд еле ходят. Эти кадры появились в соцсетях и вызвали волну возмущения пользователей. Эти животные – обитатели зооуголка конно-спортивной школы Челнов. Видео с одного из местных пабликов выложил на своей странице ВКонтакте депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он обещал подключить прокуратуру и Ростельхознадзор, так как зверей надо спасать. Ролик посмотрели десятки тысяч человек, оставили сотни комментариев. Овес получает сено, также минералы, соли. Мы сами решили проверить условия содержания верблюда. Вот она, Людочка, живет здесь три года. Животному уже 40 лет, проблемы с суставами, артрит. Это объясняет хромоту при передвижении, рассказывает ветеринар. Животное под его наблюдением. Настероиды как бы делали, вот как поначалу, ну имеется в виду облегчить это. Но это же тоже постоянно, как бы, такое возрастное животное, его под инъекции не поставишь, потому что там и, как говорится, внутренние органы тоже, они же тоже от этого страдают. Я считаю то, что удовлетворительное у него состояние в данный момент. Зооуголок при конно-спортивной школе был организован 6 лет назад. Здесь жили лисы, волки и даже львы сейчас всех хищных животных передали в другие зоопарки. А по словам организаторов зооуголка, здесь остались только так называемые травоядные животные. По словам сотрудников конно-спортивной школы, животных кормят два раза в день сеном, зерновыми. Также волонтеры приносят продукты, у которых истек срок годности. Тут именно была волонтерская помощь с продуктами. Там лежали вкусные продукты, они их съели, коробка пропиталась запахом, вкусом, и им что соломы едят, что картон едят, в принципе, они животные неприхотливые ослы, они могут есть что угодно, они заодно, к сожалению, сживали картонную коробку до того, как успели отобрать и выкинуть мусор. С момента основания зооуголкам покоя нет, говорит главный инженер. Периодически кто-то пишет на них жалобы. Тут все животные, в основном, они или подкидыши, или какие-нибудь волонтеры поймали, привели, там с подбитым крылом тут этого лебедя также привели, вылечили, отпустили. За это тоже был штраф, за то, что лебедя выпустили в природу. Тут, как любое телодвижение, кончается или жалобой, или штрафом. Напомним, два года назад зоозащитники пожаловались на жестокое обращение с волком в этой школе, когда увидели на голове четвероногого пластиковое ведро. Выяснилось, у зверя было генетическое заболевание, из-за которого постоянно покусывал себя, пояснили в прокуратуре. Указанные факты не находили своего подтверждения, однако в ходе проведенных проверок были выявлены нарушения законодательства, по ним были внесены меры прокурорского реагирования, нарушения были устранены. Мы обратились в исполком города, там нам пообещали провести свою проверку того, что показано на видео. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Набережные Челны. Авторетро-клуб 21 начал подготовку к Параду Победы. Сегодня в Казани прошло заседание правления клуба любителей исторической техники, провел его Фарид Мухамедшин. Он отметил, представители клуба ежегодно с большим интересом принимают участие в параде. В этом году на площадь Тысячелетия прибудет кортеж из 22 ретроавтомобилей. Одна колонна проедет со стороны моста Миллениум, другая с улицы Право-Булачной. А также впервые праздничная колонна из 12 ретро-машин примет участие в праздничных мероприятиях Зеленодольска. Смотря на все сложности переживаемого периода, на международной обстановке, санкционное давление, будем проводить Парад Победы и Парад ретроавтомобилей, традиционно будем тоже выставлять. В Казани сегодня назвали имена победителей Международной Олимпиады по татарскому языку. В этом году она прошла уже в девятый раз. 500 участников из Татарстана, регионов России и пяти стран. На протяжении трех дней они выполняли задания по татарскому языку, литературе, истории народа. Не представляли проекты своих родословных. Среди победителей прошлых лет были студенты из Японии, Китая, Казахстана. Кто стал лучшим в этом году, знает Вероника Гонодинова. Обладателю гран-при по традиции вручают камзол и калфак. Для Агамзи Нурналбант из Турции, по ее словам, это одна из главных побед в жизни. Она четыре года самостоятельно изучала татарский язык, теперь говорит как на родном и даже пишет стихи. Этот посвятила Казани. Сейчас девушка учится в магистратуре из Кишехирского университета Турции. Переводит татарскую литературу на турецкий. Моя любовь к татарскому языку началась с народных песен. Когда впервые услышала, плакала, почему я не могу понять. Потом много читала Тукаю, Мусу Джалиля, нашла друзей из Казани. С ними общаемся на татарском. Для меня этот язык очень важен. Обладатель гран-при среди участников из регионов России Лейла Назина из Пермского края. Одиннадцатиклассница родилась и выросла в татарском селе Усть-Курск. На родном языке разговаривают и в семье. В будущем я хотела бы приехать сюда и обосноваться здесь. Потому что здесь очень много татар. Я чувствую себя здесь как дома. Мне здесь очень нравится. Гулина Минзаляева из Высокогорского района победитель среди татарстанских участников. Она уже становилась лауреатом Олимпиады. В этом году у нее главный приз. Я хочу поступить на Казанский федеральный университет. По направлению татарский язык и стать татарским журналистом. Первый тур Международной Олимпиады проходил онлайн. Второй заключительный в Казани. 500 участников из районов республики, 30 регионов России и 5 стран. Турции, Казахстана, Азербайджана, Киргизии, Австралии. Они выполняли письменные задания и представляли свои проекты. Сегодня для них большой концерт и награждение. Победители и все участники Олимпиады – это те, за кем стоит судьба татарского языка. Они – будущее нашего народа. Наш язык – один из 14 значимых языков в мире. Мы должны гордиться знанием родного языка. Сегодня наградили и победители из российского конкурса юных поэтов и писателей Ильхам, и обладатели республиканских премий имени Каюма Насыри и Ризейдина Фахреддина. Интересно, когда в апреле, в месяц, когда родился Латукай, мы подводим итоги всех крупных мероприятий. Этим и завершается, скажем, наша татарстанская весна. Все победители и лауреаты получили денежные призы, а обладатели Гран-при Олимпиады смогут поступить в Высшую школу национальной культуры и образования КФУ без экзаменов. Вероника Гайнудинова, Игорь Романов, ТНВ, Казань. Это были новости Татарстана. Еще больше информации в нашей группе ВКонтакте и Телеграм-канале. Также наши выпуски доступны на платформе Рутюб. И в завершении программы красочные кадры с центра Казани. На озеро Средний Кабан прилетели любимые горожанами чомги. Сейчас у них брачные танцы. Давайте полюбуемся на этих юрких птиц. Субтитры создавал DimaTorzok Странные танцы. Танцуй под дождем. В переходах в ценных станции. Выбери свой автомобиль в Транстехсервис. Весь склад из 10 тысяч автомобилей только на TTS.ru Квартира в Светлой Долине с ипотекой 0,1%. За 30 лет переплата всего 91 тысяча рублей. Акбарсдом. Дом там, где мы. В России каждая женщина может позволить себе потрясающий крем. Любава каждый день. Любава. Мой любимый крем. Белка закрывает цены всегда. Последний день работы магазина 26 апреля. Ликвидация коллекции шуб и пальто со скидками до 60%. Белка. Татарстан 7. Конкурс «Мини-мисс Татарстан-2022». Кастинг 24 апреля. Приглашаем девочек от 5 до 12 лет с творческим номером. Регистрация по телефону 29 010 29. Возрастное ограничение 0+. Внимание! Акция! Уничтожь колорадского жука и получи подарок. Акция «Карада плюс подарок». Карта платежной системы «Мир» от Акбарсбанка для ежедневных покупок. Бесплатное обслуживание. До 10% на остаток. Кэшбэк рубли или бонусы. Оформите на akbars.ru. Белка закрывается навсегда. Последний день работы магазина 26 апреля. Ликвидация коллекции шуб и пальто со скидками до 60%. Белка. Татарстан 7. Для борьбы с вредителями. Аллатар. Быстро действует и долго защищает. Аллатар. Находка поздравляет со светлым праздником Пасхи. Масло крестьянское 180 грамм 99 рублей 99 копеек. Мука-резаночка 5 килограмм 209,99. Дрожжи 100 грамм 39,99. Цены действительные по 24 апреля 2022 года. Подробности у продавцов. Здравствуйте. О погоде на четверг после полезной информации. Кухня или шкаф-купе по индивидуальным размерам. Данил Мастер учтет все ваши пожелания. Только до конца апреля бесплатный выезд на замер. Записывайтесь по телефону 2-167-166. Солнечный антициклон ворвался в наши края и принес долгожданное тепло. По данным сервиса Яндекс.Погода в Бугульме, Бавлах, Ознакаево, в четверг осадки прекратятся, будет ясно и тепло. Днем плюс 10. В области скандинавского антициклона и северо-восток Татарстана ночные часы столбики термометров еще могут показать отрицательные значения. А вот днем яркое солнце будет прогревать землю, будет тепло и сухо. В Агрызе, Медилеевске, Актаныши осадки маловероятны. Температура повысилась, а вместе с ней и настроение. Комфортная теплая погода в Арске, Кукмаре, Балтасе. Тут тоже без осадков. В ночное время прохладно, около нуля, а днем плюс 9. В Болгаре, Држаном, Буинске все увереннее держится тепло. В этих районах также вероятность осадков будет минимальной. В Альметьевске, Чистополе, Мамадыши осадки не ожидаются. Весеннее солнце будет светить с самого утра и заметно потеплеет до плюс 12. В пятницу изменения в погоде не прогнозируются. Радуемся солнцу, теплу и гуляем чаще на свежем воздухе. И еще одна полезная информация. Укрепить иммунитет и восстановить силы поможет Санчи. Благодаря свойству гармонизировать кровообращение, Санчи благотворно влияет на работу всего организма. Дает энергию, нормализует сон, способствует устранению головных болей и хронической усталости, улучшает самочувствие. Польза Санчи проверена веками. Недаром его называют сокровищем китайской медицины. Спрашивайте в аптеках Фармлент. Телефон для справок 8 927 236 71 75. Сайт санчи.рф. Новостройка. Вторичка. Загородная недвижимость. На все это можно оформить ипотеку по выгодной ставке в Акбарсбанке. Оставьте онлайн заявку на akbars.ru О погоде в столице. В Казани будет ясно и сухо. Ночью плюс 4, а днем 11 градусов выше нуля. Ветер северо-восточный, умеренный. Атмосферное давление выросло. 759 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 65%. В магнитном поле Земли без заметных колебаний. И еще одна полезная информация. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост». Лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 12 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 70 тысяч операций. В России привыкли лучших врачей искать за рубежом. Но достойное лечение можно получить не покидая родины. В медицинский центр «Доктор Ост» обращаются с самыми тяжелыми заболеваниями позвоночника и суставов. Более 70 тысяч пациентов нам удалось спасти от необходимости проводить операцию и ставить протез. Приходите в «Доктор Ост». Убедитесь, что вернуться к полноценной жизни без боли – это просто.